здравствуйте дорогие друзья гости подписчики зрителей этого канала меня зовут мила приглашаю вас на сегодняшний тару расклад на тему что случится сегодня завтра послезавтра давайте посмотрим к чему вам быть готовыми какие события спешат в вашу жизнь это такое короткое время сегодня завтра послезавтра давайте посмотрим а между этим пока я подготавливаю замечательную колоду карт хочу вас дорогие друзья поблагодарить за ваши лайки комментарии подписки за поддержку этого канала для меня это очень ценно подписывайтесь на мой инстаграм добро пожаловать в мое личное пространство буду рада каждому из вас ссылку оставлю под этим видео в комментариях и так для начала как всегда я сделаю небольшую сигнификацию чтобы посмотреть каких энергиях вы находитесь чтобы вы понимали ваш ли этот расклад итак мы начинаем ну вы уж точно на месте не стоите ох женщина которая всегда в движении всегда в делах любите путешествовать очень умная целеустремленная знающая женщина которая действительно всегда ставит перед собой цель и вы идете к этой цели вы добиваетесь вы очень целеустремленный человек неважно мужчина вы или женщина я считываю энергию то есть возможно у меня здесь проигрывается огненная стихия может быть вы огненная стихия женщина я вижу что вы сейчас планируете какую-то или поездку или путешествие или вообще хотите переехать то есть или возможно хотите какого-то продвижения в жизни вам сейчас такое ощущение как будто вот не хватает каких-то перемен вот у вас есть желание двигаться каким-то переменам что-то менять что-то реализовывать возможно проходите сейчас какой-то знаете как затишье в жизни иногда нужно отпустить какую-то ситуацию для того чтобы она разрешилось само по себе да может быть вы держитесь за какую-то ситуацию может быть нужно что-то отпустить или кого-то да то есть может быть вы кого-то ждете что кто-то проявился сейчас проходите период трансформации то есть период трансформации говорит о том что закрывается в вашей какая-то дверь, или вам нужно от чего-то уже освободиться, чтобы открылось что-то новое. Могут быть здесь какие-то переживания, неспокойствие души, переживание, что вот вы хотели так разрешить эту ситуацию, оно не получилось, и вы как будто, знаете, хотите всё брать под свой контроль, всё в свои руки, чтобы было так, как вы этого хотите. Но иногда мы не понимаем, что любые перемены, которые идут в нашу жизнь, они всегда во благо, и мы не знаем, что нас ждёт впереди. Поэтому не нужно переживать, но нужно, возможно, действительно отпустить ситуацию. Эта ситуация, возможно, связана с каким-то человеком, да, есть человек, которого вы просто вот так энергетически держите, вот так, да, и здесь, возможно, нужно действительно перестать бороться за кого-то или за что-то. Просто нужно отпустить что-то, какую-то ситуацию, это то, что для вас очень сложно. Вы всегда знаете, чего вы хотите, куда вы двигаетесь, то есть вы целеустремлённая, вы знающая, вы умная. Но та ситуация, в которой вы сейчас находитесь, она немножко как будто вас выбила из колеи, знаете. То есть здесь вот эта трансформация, она не даёт вам сейчас возможность расслабиться, расслабиться и наслаждаться моментом здесь и сейчас. Это, возможно, действительно, что-то касательно в отношениях, возможно, даже в каких-то делах, возможно, документального плана, с документами у вас, возможно, что-то не так, да. То есть здесь, когда хочется всё и сразу, оно не получается. И здесь время, постоянно вот время. Дождитесь, подождите, да, не торопитесь. Вы такая целеустремлённая, что вы хотите всё и сразу. Вот всё и сразу, да. Ну, такого, конечно же, не бывает, да. Если бывает, то очень редко. Ну что ж, давайте посмотрим тогда, что вас ждёт на самое ближайшее время, сегодня, завтра, послезавтра. Давайте мы сегодня сделаем на несколько событий. На несколько событий. Итак, у нас сегодня первое событие, второе событие и третье событие. Не загадывайте, это не варианты, это событие. Да, может быть, три события у вас проиграются. Давайте посмотрим. Каждое событие. Я буду дополнять картами Таро. Итак, первое событие. Сегодня, завтра, послезавтра. Что случится? Ой, встреча. Встреча, примирение, контакт с каким-то человеком, двойка-чаж. Это коллаборация. Возможно, будет какое-то предложение, над которым вы будете думать. То есть это может касаться как и работы, так и личных взаимоотношений. Но двойка – это выбор, да. Возможно, вы будете что-то выбирать между кем-то или чем-то, да. Вступать в отношения или нет. Над предложением, возможно, будете думать. Но еще это очень карта хорошо отвечает на отношения, на любовь, на гармонию, да. То есть, возможно, на ближайшее время вы будете чувствовать в ваших отношениях вот это наполнение, вот эту гармонию, вдохновление, да. Может быть, вы помиритесь с каким-то человеком или к вам кто-то проявится. Давайте будем дополнять. Все-таки к вам проявится какой-то мужчина, да. О вас думает мужчина. Вводная стихия – человек, которого вы ждете. На самом деле вы его ждете. Вы хотите, чтобы он проявился. Возможно, у вас была какая-то пауза, пауза, затишье, никаких перемен, возможно, не было. Может быть, человек исчез, не хотел общаться или не хотел отношений. То есть сейчас будет какое-то проявление и продвижение в ваших отношениях. Придете к стабильности. Что касательно работы. Здесь вы почувствуете, что вы на своем месте. Вот такое ощущение, как будто вот берете под контроль всю ситуацию и вам получается руководить. Возможно, вам доверят какое-то очень важное дело, за которое нужно будет вот прям, знаете, как брать ответственность. Но помните о том, что вы королева пентаклей, у вас все получится. Возможно, даже будете руководить как бы финансами. Но учтите, есть люди, которые за вами наблюдают и которые хотят украсть какую-то вашу идею. Да, то есть не рассказывайте о своих каких-то идеях, возможностях. То есть не все этому будут рады. Остерегайтесь, на ближайшее время может быть какой-то конфликт. Конфликт связан с нечестностью или, возможно, с деньгами. Когда нужно будет что-то отстоять. Вот, например, придет муж домой и скажет, вот я заработал столько денег. А вы спросите, а где остальные? Нет, вот такая зарплата на сегодняшний день. Да, то есть какой-то обман будет. И вы будете отстаивать, и вы будете прям, нет, правду скажи. Да, то есть здесь какое-то отстаивание, здесь какие-то будут, возможно, конфликты, которые вы можете уникнуть, да, обойти стороной. То есть здесь это сто процентов связано с деньгами, с деньгами. Кто-то, возможно, или взаймы возьмет деньги у вас, да, и вы будете ждать, что этот человек вернет, он будет говорить, потом тебе отдам, потом отдам. И здесь опять может быть конфликт на ровном месте, да. Но это то, что очень быстро меняется. Это то, что очень быстро может пройти, да. Колесо фортуны сегодня так, а завтра ситуация может кардинально измениться, поменяться. И здесь может быть совершенно как-то по-другому. На ближайшее время кто-то из вас, конечно же, будет проходить какое-то обследование, медосмотр. Может быть, будете смотреть, УЗИ какое-то будете проходить, да, что-то будете, вот, забота о своём здоровье, да, вот на самое ближайшее время. Ну и, конечно, как всегда, вечная работа. Будете заниматься своим хобби, работа, бизнес, дела. То есть, вовлечены будете в работу, и вам это будет нравиться. То есть, вы как будто занимаетесь тем делом, которое приносит вам удовольствие. И еще здесь карта семьи. Нет. Если у вас есть семья, не отходите далеко от семьи. Семья – это ваш ресурс, это ваша сила, это ваша крепость. Если у вас есть семья, вы будете на ближайшее время чувствовать очень сильную энергию. Энергию любви, заботы, благополучия. Десятка – это еще получение успешного результата. Это победа, это награждение. Это когда человек достиг того, чего он хочет, да. То есть, здесь какое-то радостное событие может быть. Радостное событие, может, вы узнаете, что у вас пополнение какое-то в семье, да. То есть, какое-то счастье ждёт. Или кто-то из ваших родственников ждёт пополнения. То есть, это какое-то празднование, это какое-то торжество. Может быть, у кого-то день рождения будет, события. Здесь покупка подарков. Здесь действительно очень такие благоприятные вас ждут события на ближайшее время. Итак, это было событие номер один. Событие номер два. Давайте посмотрим. Ой, иерофант, карта знаний, карта мудрости, карта вдохновления. Может быть, вы на ближайшее время станете этим учителем. Вы будете преподавать кому-то, показывать свои знания. Или же вам пришло время чему-то научиться. Это духовность, это, знаете, как духовный рост. Может быть, вы заинтересуетесь на ближайшее время духовным ростом, да, откройте в себе какие-то новые возможности, желание какое-то. Это карта Кристин. Может, вас пригласят, да, на Кристины крещение детей. Или же, может быть, здесь такое торжество, где собираются все родственники. Может быть, здесь предложение руки и сердца ещё может быть, да. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что вам ещё хотят сказать карты. Что вас ждёт? Что вас ждёт? Здесь всё-таки связано с вашим образованием, с работой, с обучением. Здесь, возможно, повышение квалификации может быть. Пойдёте обучаться, откройте для себя, возможно, какую-то новую профессию. То есть вы вовлечены будете в какое-то, в какое-то дело. Да, если вы, например, там стоматолог, и вы решили изменить профессию на психолога, да. То есть здесь вы полностью как будто меняете свою профессию. Здесь как будто принятие решения, что всё, я хочу дальше учиться. Или если вы психолог, то вы идёте дальше обучаться, да. То есть здесь такое ощущение, как будто вот вы долго думали, но здесь принятие решения, что я иду дальше по направленным мною путём, да. То есть выбираю для себя путь и буду дальше развиваться, да. Ещё это государственные структуры. На ближайшее время будете решать какой-то вопрос, связан с документами. Возможно, вы были в каких-то ожиданиях, может быть, ждали какое-то письмо очень важное для вас. Это может быть виза, паспорт, может быть, потеряли какой-то важный документ и нужно что-то менять, нужно что-то делать, да. Новый, например, документы. Здесь как будто вам одобрят что-то. Также это и могут быть ещё судебные разбирательства. Суд может быть, может быть, вы ждёте, когда разрешится судебный какой-то вопрос, да. Здесь будет разрешение, вы будете этому рады, да. Будете этому рады. Вам говорят выйти из какой-то рутины. Вы, возможно, находитесь в какой-то рутине, где вот дом-работа, работа-дом и больше ничего. Здесь вам говорят, что вам нужно как будто открыть для себя какое-то хобби, занятие, пойти на спорт, да. То есть вам нужно как-то заниматься больше собой, обращать внимание на себя, да. То есть услышать себя, чего вы хотите, да. Потому что здесь стремление, работа, вот так всё, вот так, да, как цикличность. А вам нужно здесь, говорят, подумать о себе. То есть на ближайшее время, да, возможно, вы будете вовлечены в работу, в дела, в бизнес. Но, тем не менее, здесь вас ждёт какая-то встреча, друзья, выпивка, празднование какое-то, девичник может быть какой-то, да. То есть здесь, или же даже новые знакомства, новые люди. То есть приятные какие-то моменты вас ждут. Это то, что будет радовать ваше сердце и ваши эмоции. Итак, давайте посмотрим. Это было у нас событие номер два. Давайте посмотрим. Событие номер три. Что ещё случится? Ох, ох, как неожиданно, да. Смотрите, ну, здесь о вас думает какой-то мужчина. Король чаш. Это у нас водная стихия. Этот человек, который идёт с чувствами, с эмоциями. Этого человека вы знаете, да. То есть вы знакомы с этим человеком. Давайте посмотрим, с чем он идёт, что он хочет. То есть какое-то событие, может быть, у вас связано с этим мужчиной. Человек достаточно такой чувствительный, открытый, эмоциональный, умеет ухаживать, знающий, умный, чтобы не спросили, он всё знает. Такой сострадательный, он может выслушать, он может подсказать вам, может быть, совет какой-то вам даст, очень важный совет. Да, то есть здесь от него он будет действовать к вам. Здесь мужчина идёт, знаете, как с открытым сердцем, с предложением каким-то. Может быть, на свидание вас пригласит. Здесь может быть встреча какая-то. Да, то есть, или кто-то хочет с вами просто наладить контакт. Да, ой, десятка, смотрите. Здесь может быть восстановление отношений. Здесь может быть разговор, да, с этим человеком. И такая вот, знаете, десятка, это кульминация. Кульминация, если вы поругались, то кульминация в том, что вы помиритесь. Примирение, здесь новый этап в отношениях, здесь семья, да, здесь, если не семья, то крепкие отношения могут быть. То есть здесь какая-то может быть взаимность. Здесь выход из кризиса. Если в ваших отношениях был какой-то кризис, недопонимание, какие-то, возможно, вот недосказанные слова были, или кто-то кого-то тянул в отношениях, то здесь наконец-то вы придёте к какой-то гармонии, да, и это то, чего вы хотите. Смотрите, король чаш и королева чаш, то есть это пара. То есть здесь будет примирение с вашим партнёром, взаимопонимание между друг другом. Это то, на самом деле, чего вам так не хватало, чего вы так сильно хотели. Да, то есть, возможно, этот человек как-то станет ближе к вам, и у вас будут, знаете, как больше налаживаться отношения, вы больше будете слышать друг друга, слушать, прислушиваться, да. То есть для вас действительно это очень важно. Смотрите, у вас любовь ждёт. Вот на сегодня, завтра, послезавтра здесь будут такие чувства, эмоции, наполнения, что всё наконец-то хорошо. Здесь примирение, здесь, ну, вы точно знаете этого человека. Это не тот человек, что он новый какой-то, или знакомство. Нет-нет, это тот, кто в отношениях. Тот, кто в отношениях, у которого вот у вас, наверное, был кризис какой-то. И этот кризис, он, знаете, как перерождение идёт в любовь и благополучие. То есть этот человек, он важный для вас, он очень важный. То есть это тот человек, который занимает в вашей жизни первое место, и у вас, вас с ним связывает вот очень сильные чувства, любовь, взаимность. Здесь может быть встреча, свидание. Да, этот человек любит очень сильно манипулировать вами. То есть он, знаете, так, управляет этими отношениями, всё будет так, как он хочет, всё будет так, как он скажет. Может быть, это вам и не нравилось, вот этот диктат, как диктаторский тон в этих отношениях, да, когда он берёт верх, когда он берёт, диктует свои правила. Может быть, вам это и не нравилось, понимаете? То есть здесь вы будете как будто вот разговаривать, прорабатывать эти отношения и учиться слышать друг друга. Да, здесь как будто отсечение какого-то кризиса, и, возможно, новое начало вас ждёт в отношениях с каким-то человеком. То есть вы сможете обойти какие-то препятствия в отношениях, вы сможете найти гарантию, гармонию с друг другом, да, и, возможно, да, эта пауза, она завершится. Здесь завершение паузы и повторение ситуации, то есть примирение, контакт между друг другом и взаимность, да, то есть какие-то очень резкие перемены в отношениях у вас могут быть. Это то, чего вы ждёте, на самом деле вы этого хотите. Как будто с кем-то помириться, наладить контакт, чтобы он вышел на контакт, чтобы он поговорил с вами, то есть здесь вот есть очень сильное желание к друг другу, в принципе, тоже. Давайте вот посмотрю ещё для вас вот совет. Совет вам на это время. Что вам хотят посоветовать высшие силы? Вот на это ближайшее время, сегодня, завтра, послезавтра. Вот совет для вас. К чему вам нужно вот быть готовой? Что вам нужно услышать прямо сейчас? Вы мастер своего дела, и вам совет, что если вы ставите какие-то цели, идите к этим целям. Почему? Потому что вы можете стать этим императором, а император — это тот, на которого работают, это тот, кто управляет, то есть вы можете стать, как, знаете, взять какую-то очень важную должность, или же брать ответственность за что-то, то есть вы уже готовы, да, к тому, чтобы уметь управлять, управлять бизнесом, управлять своим делом, например, да, работой, то есть если вы ставите какие-то цели, если вы уверены в себе, вам нужно продвигаться, двигаться дальше, не останавливаться, если у вас есть хобби, значит, его нужно развивать, если у вас есть работа, которую вы любите, но почему-то не уверены в работе, вам нужно двигаться, потому что вы на правильном пути, вы можете стать, знаете, как важным человеком, человеком, который управляет, и девятка, здесь получение желаемых результатов, то есть вам, говорят, не останавливаться, вы на правильном пути, и это очень важно для вас сейчас услышать, да, что у вас всё получится, просто вам нужно, как, знаете, не останавливаться, дойти до какого-то результата и получить этот результат, у вас получится, вам не хватает каких-то знаний, обратите внимание на знания, которых вам действительно не хватает, да, то есть подкопите какие-то знания и действительно делайте правильные шаги навстречу чему-то новому. Очень сегодня такой важный расклад получился у нас, очень важный. Обязательно напишите, какое событие проигрывается в вашей жизни, как вы прочувствовали этот расклад, мне будет действительно очень интересно почитать. Всегда читаю ваши комментарии, и всегда радуюсь, что каждый расклад проигрывается с вами на 100%. Честно, это для меня очень-очень важно и очень ценно. Благодарю за внимание, благодарю за то, что вы есть у меня, желаю вам сегодня благополучного дня, прекрасного настроения, всех благ. С вами была я, Мила, до новых встреч. Всем пока-пока.